Ну, непередаваемые чувства. Наелись русского мира по самое главное. Николай Тимофеевич рассказывает о переживании. За время оккупации похудел на 10 килограммов. В селе оккупанты вели себя нагло. Люди не знали, чего от них ожидать. Ходили по дворам. Что они проверяли, что они искали, непонятно. Оружие, наркотики. Ну, какие у нас тут в деревне наркотики, оружие, это самое. Машины забирали в людей. Ну, нехорошо себя вели. По информации Генерального штаба оборуженных сил Украины, когда украинская армия начала контрнаступление, около 150 российских оккупантов выехали колонны из Борщевой и Артемовки. Передвигались на двух автобусах, грузовике и 19 угнанных у местных жителей легковых автомобилях. Все время кого-то они боялись. Они, ну, кого? Нас, людей наших и солдаты. Вот-вот, мы слышим, тут уже сюда. Идет, идет. Перед самыми освобождениями. Каждый день было чуть продвижения, где там бои шли. Встаем утром уже по пушкинской, солдаты наши. Обрадовались? Обрадовались. И до сих пор радуются. Село после освобождения требует разминирования. Вся территория усеяна осколками и минами. Неразорвавшийся снаряд уже обнаружили в земле рядом с местным храмом. То, что это расисты, это о всем говорится. То, что когда они с оружием заходили в храм, когда они поднимались на колокольню с оружием, стреляли. То есть это святого ничего не было. Местные говорят, как только подняли над селом украинский флаг, стало спокойнее. Людям выдают гуманитарную и материальную помощь. А главное, по их домам больше не стреляют. Страшно же, как стреляли. Страшно, когда стреляли. Окна вылетали, рамы. Не знали, чем стеклить. Досточками забивали. Что делать? Пережили. У нас свой дом. Мы жили дома всё время. Думали, пожилые люди. Всё равно умирать. На подходах к селу все дороги заняты разбитой российской техникой. Тут и многоцелевой транспортер-тягач. Он наносил удары по украинским военнослужащим, которые шли в контрнаступление. Они работали в направлении Борщевой, где находились подразделения нашего батальона. Нашей разведкой они были выявлены. Они маскировались в лесополосе. И благодаря слаженной работе наших танкистов, хочу отметить, это сделали позывной канцлер. Помогал ему позывной кирпич. Был уничтожен прямым попаданием этот бронетранспортер. В районе села, говорят военнослужащие, проводилось два штурма. И несмотря на то, что российские оккупанты применяли разное тяжёлое оружие, вооружённые силы Украины смогли их вытеснить. Окапывались в лесу и выдавливали, выдавливали, выдавливали. И потом, когда нас уже было достаточное количество, выдавили их с Борщевой. У нас тот пленный, которого мы взяли, был из ЛНР. Рассказывает, что их тут было несколько десятков. И когда мы наступали, они позвонили в Липцы, и там уже гарнизон выдвинулся. И нас накрывали из танков, из артиллерии. Батальон территориальной обороны Харькова вместе с другими подразделениями вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления освободил девять населённых пунктов. В том числе Борщевую, Слобожанская, Липцы. Надежда Сухорукова, Андрей Домовой. Из Харьковской области. Для телеканала Freedom.